здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас несколько необычная тема мы сегодня поговорим про плацебо и ноцебо я думаю что все слышали слово плацебо потому что оно все время мелькает везде но вряд ли все слышали слово ноцебо что же это такое и главное почему это нас интересует про плацебо слышали все в наше время как правило этот термин употребляется в отношении каких-то веществ не обладающих доказанным лечебным действием но тем не менее приводящих к выздоровлению человека собственно эффективность лекарства измеряется именно в сравнении с плацебо на самом деле смысл понятия плацебо гораздо шире чем просто какие-то вещества и это очевидно из перевода слова с латыни который переводится как буду угоден понравлюсь тема воздействия положительных эмоций подтверждающие веры в хорошее и доброе это очень интересная тема может быть когда нибудь мы на эту тему тоже поговорим но сейчас перейдем к ее противоположности противоположностью плацебо является ноцебо ученые психологи употребляют термин ноцебо для описания отрицательного воздействия тех факторов которые сами по себе не несут никакого видимого вреда то есть в них нет никаких элементов которые могут нанести физический вред этим же словом обозначают различные явления самовнушения приводящие к заболеванию исследователи которые работают с туземными племенами именно вот этим термином определяют как бы обозначают причины из-за которых умирают люди проклятые скажем местными колдунами но давайте посмотрим действительно ли явление ноцебо бывает только у диких племен что мы про это знаем то есть где они где мы на самом деле мы про это тоже знаем просто в русском языке те же явления которые ученые обозначают красивым латинским словом называются попроще я полагаю что каждый из вас слышал слова порча сглаз проклятие сегодня очень модно отрицать само явление вот модно не в моде из само явление но что же делать если люди действительно заболевают и даже умирают после того как соседка прокляла со свекровью поссорились иногда бывает там на работе с коллегой повздорили к сожалению эти вещи происходят вне зависимости от того верит человек или не верит люди которые не верят ни в сон ни в чох не в птичий грай тоже этому подвержены и кстати самым скептикам можно посоветовать поинтересоваться судьбой автора этого высказывания судьбу это очень сложно отнести к счастливой и вот очень многие из тех кто обращаются к нам за помощью рано или поздно задают вопрос есть ли на них сглаз порчи или проклятие ну собственно раньше я не очень понимала что в общем как бы отвечать и как на это реагировать но в общем со временем разобралась понятно что явление существует и в общем деваться некуда с этим тоже надо как-то работать и люди задают эти вопросы не просто так они задают их из-за того что чувствуют в себе какое-то внутреннее неблагополучие они видят вокруг себя какие-то неприятные явления какие-то внешние обстоятельства то есть скажем вот может получиться так может получиться чуть хуже ли может получиться совсем плохо у среднего человека получится среднее у удачливого получится самый хороший вариант и только скажем так довольно редко происходит когда происходит совершенно все плохо и вот если у человека все складывается именно плохо то он волей-неволей задумывается что что-то не в порядке при этом в таких вещах обычно рационального объяснения нет то есть люди ищут рациональное объяснение его не находят и если посмотреть со стороны то его действительно нет сейчас я расскажу как это явление рассматривается с точки зрения целительства и биоэнергетики каждая из нас обладает внутренней силой мы с ней рождаемся и мы ее растим на протяжении всей жизни и мы пользуемся этой силой всегда когда общаемся когда работаем даже когда спим как эта сила проявляется мы все это знаем наша мама обнимала нас когда мы ошибали коленку вот мы были маленькие падали вышибали коленку прибегали к маме плакали было очень больно мама обнимала раз и уже и не так больно да там осталась ранка на коленке но уже как-то это можно и не плакать можно чем-то другим заниматься мама была рядом нам становилось радостно тепло и уже в общем травма была уже не важно вот это и было проявление маминой внутренней силы то есть мама нас подпитывала своей внутренней силой а мы были маленькими нежными чувствительными и для нас это мамина энергия была необходимой для благополучного существования и все мы помним что происходило когда мама на нас сердилась все помнят вот это было проявление отрицательного аспекта той же маминой силы который мы на себя навлекали своим плохим поведением например а потом выросли стали взрослыми и нас научили в школе что никакой такой особой энергии в человеке нет а есть только разум и логика и все что разумом не доказывается его не существует и мы научились игнорировать наши собственные чувства ощущения убедили себя что мы не мракобесы ни в коем случае мы идем в ногу с прогрессом ориентируемся только на пять наших чувств и на то что доказала нам наука причем доказала ну это тоже слово про который можно целую лекцию сказать что произошло вот при этом процессе когда мы отказались от своих собственных ощущений вот мы это ощущаем мы чувствуем и мы сами себе говорим нет я не буду делать так как я чувствую я буду делать так как правильно то есть так как мне говорит разум что при этом произошло исчезло явление нет никуда она не исчезла она просто ушло из области осознаваемых явлений куда-то на периферию сознания женщины обычно более чувствительные и более склонны доверять своим чувствам и ощущениям и поэтому они чаще впрямую как бы осознают что явление никуда не делась вот она перед нами мужчины же чаще мужественно все отрицают при том что именно мужчины частенько сами страдают от всех этих явлений да да вот например ранние инфаркты это результат воспитанного отрицания себя воспитанного отрицания своих чувств и эмоций если вы посмотрите так сказать на свою культуру на то как принято мальчики не плачут мальчики не сентиментально и так далее то это вот так сказать очевидные вещи которые указывают именно на вот на это воспитанное отрицание себя так где же наша ноцеба здесь причем здесь глаз порчи и проклятия куда они делись они тоже никуда не делись то есть когда человек выплескивает свою внутреннюю силу он может выплескивать ее в положительном смысле тогда у окружающих вокруг поднимается настроение может выплескивать негативные эмоции и вот тогда те которые являются свидетелями вот этого выплеска негативных отрицательных эмоций они зачастую оказываются пострадавшими иногда даже сильно вот от этой выброшенной негативной энергии примеров можно привести массу и честно говоря книгу можно написать или даже две приведу самый простейший пример выходите вы утром из дома идете в магазин вы хорошо выспались вы позавтракали у вас отличное настроение вы заходите в магазин ставите в очередь и кто-то вдруг вам грубо говорит ну куда вперлась не видишь что ли собственно вариантов масса как могут нахамить в магазине все это знают да и собственно и я думаю что все с этим сталкивались и что произойдет с вашим хорошим настроением правильно она у вас уже перестанет быть таким хорошим если диалог продолжится развиваться в таком же ключе то есть вероятность что вам даже совсем раз хочется покупать что-то в этом магазине просто сбежите оттуда ну или вяжетесь в ссору в скандал что тоже скажем так не улучшает настроение и в итоге настроение может оказаться испорченным на весь день на ком вы выместите свое плохое настроение хорошо если вы обладаете навыками психогигиены и аутотренинга тогда вы довольно быстро вернете себе душевные равновесия свое хорошее настроение прогуляетесь подышите воздухом те кто курит покурят очень кто-то кофе попьет то есть вернетесь нормальное состояние хотя осадочек все равно останется то есть к вечеру это еще будете помнить возможно и на следующее утро а теперь представьте себе другую ситуацию чуть похуже приходите вы на работу а там у вас коллега который начинает громко и агрессивно обвинять вас в том что вот вы ленивая бездарность которая не умеет делать ту работу ради которой вас взяли на эту должность и что вот именно она ваша коллега делает все за вас что если бы не она вы давно бы уже завалили проект и вообще вас давно надо выгнать и она лично откроет глаза начальству на все вот эти вот прискорбные обстоятельства вот даже если этот ее демарш повредит больше ей в глазах начальства чем ваш чем вам то вам все равно будет очень неприятно и в первую очередь пострадает ваша самооценка при некоторой склонности к депрессии вы можете получить обострение состояния то есть можете реально скатиться в депрессию если у вас есть какие-то аутоиммунные заболевания то они могут обостриться например какая-нибудь экзема или еще что-нибудь в общем ваше состояние вряд ли будет хорошо то есть она будет далеко весьма от идеала а теперь представьте что те же слова вы услышали уже не от какой-то там неуравновешенные коллеги от вашего прямого начальника или от начальника начальника представили ощутили что что вы чувствуете вот такие вот вещи в народе называются добрым старым словом сглаз в биоэнергетике такие воздействия кстати они не обязательно должны быть именно вербальными называются энергоинформационными поражениями это понятие включает в себя очень много видов и степеней поражения и последствия для конкретного человека вот такого нападения зависит во первых от его внутренней силы и как это ни странно от его вполне физиологического иммунитета чем крепче иммунитет тем лучше человек это переживет и во-вторых от внутренней силы того кто на вас энергетически напал и в общем да я не ошиблась когда я сказала нападение это именно нападение когда-то это там для нападения нужны были камни ножи и дубинки сегодня все проще используем то что есть что у нас всегда при нас это наш язык наша речь и огромное количество энергоинформационных поражений в наши дни наносится с помощью устной или письменной речи и в общем нет им числа теперь появился интернет и возможность писать там всякие гадости люди пишут выплескивают весь негатив который у них есть совершенно не задумываются о том кто будет это читать и что они будут чувствовать и какие будут последствия но в общем вне зависимости от того как именно на нас негативно воздействовали результат будет очень похож наша самооценка снизится появится какая-то необъяснимая усталость и вдруг можно даже заболеть какими будь урви хотя может до этого и не болели никогда и в этих случаях урви это в общем хороший признак это значит что организм реагирует вот на это внешнее вторжение и он очищает его он хочет это вывести из себя то есть это ответ организма на вот это вот негативное воздействие таким образом происходит избавление от чужого негатива и в большинстве случаев человек выздоравливает собственно до подавляющем большинстве случаев человек выздоравливает и обретает иммунитет поэтому довольно любопытно что если но такого выздоровевшего человека снова воздействовать похожим образом вот даже вот до вас тут не стояла чего приперлась то это уже не сработает психика выработала защиту организм ей помог человек стал более закаленным то есть обрел иммунитет проблемы начинаются тогда когда организм и психика не справляются с поражением и как бы она остается внутри и собственно как очень похоже на то как работает инфекция она начинает буквально разъедать человека изнутри очень характерное явление что человек начинает жить как бы во сне он вроде бы принимает решение двигается что-то делает ощущение жизни у него куда-то делась весна не приходит хотя уже давно май и лето какое-то не такое и вообще все не такое главное радость жизни куда-то ушла человек ощущает неблагополучие он не может себе его сформулировать большинство первым делом начинают ходить по врачам делают множество анализов анализы как правило хорошие то есть врач говорит у вас все в порядке человек немножко успокаивается но жизнь полу сне продолжается и ощущение неблагополучие вот это вот не до жизни она никуда не девается вот на данном этапе уже необходима помощь другого человека который смог бы этот негатив нейтрализовать убрать то есть чтобы душа заболевшего смогла наконец очиститься то есть им нужна внешняя помощь и формы помощи могут быть разными кто-то там идет психотерапевту кто-то идет гадалки кто-то идет к экстрасенсу собственно это не важно кому человек идет главное чтобы тот кому обратились за помощью эту помощь смог бы оказать то есть если человек которым обратились справляется с этим энергоинформационным поражением то человек возвращается в себя как бы душа его организм очищаются и дальше он живет нормально до следующего поражения но обычно люди которые проходят вот через такое и выходят в норму обратно они уже становятся более осторожными больше так сказать себя берегут то есть у них уже меньше шансов попасть вот под сильное такое повреждение основная масса энергоинформационных коммуникаций поражение которые мы можем получить в результате коммуникации с другими людьми излечивается нашим организмом довольно легко ну собственно да если бы это было не так то человечество бы просто не выжило и тем не менее существуют варианты более глубоких поражений которые могут наноситься даже не намеренно но при этом могут сломать человеку жизнь и к сожалению от некоторых видов таких поражений практически невозможно защититься вы спросите что же это за сила должна быть у вас действующего чтобы человек не мог защититься эта сила ваше доверие и ваша привязанность человек которому вы привязаны и которому вы доверяете может повредить вам так как ни одна продавщица ни один начальник не сумеет и даже не одна там ведьма за деньги и чем больше вы кому-то привязаны и чем больше вы этому человеку доверяете тем больше вред может быть нанесен то есть если человек к вам хорошо относится и вы действительно важны он вам даст огромную поддержку он будет для вас жизнью но если он захочет вам повредить то результат будет очень грустный из этого легко сделать вывод в каких именно отношениях мы наиболее уязвимы очевидно что это семейные отношения чем человек лучше чем он чище мягче честнее и тем больше он пострадает от деструктивного поведения скажем так других членов семьи в отношениях с супругами возможно отделение от токсичного партнера развод если у того кто страдает скажем так достанет силы встать и уйти ну про это тоже очень много литературы написано сейчас мы не об этом с детьми сложнее то есть если у вас токсичный ребенок то в общем это сложнее но в отношениях родителя ребенок ребенок всегда будет в более уязвимом положении то есть родитель всегда будет доминировать и это сохраняется даже когда ребенок вырастает для маленького ребенка мать это самый главный человек когда мы вырастаем то очень многое из этого отношения в нас сохраняется связь между ребенком и матерью никуда не девается она залегает гораздо глубже чем любая психология и именно поэтому мать имеет на нас такое влияние которого не имеет потом в нашей жизни практически никто мать может быть нам опорой и поддержкой а может нанести очень сильный вред иногда совсем того не желая даже если мы сознательно не знаем то есть даже если мы знаем вот сознательно что у нас мать такая вот токсичная она может что-то такое деструктивное сказать или сделать то на уровне подсознания мы будем все равно стремиться сделать так чтобы оправдать ее ожидания но все-таки мать вот например пример из практики мать говорит дочери ты неудачная никогда ты не родишь детей у тебя не будет муж у тебя бесполезный неудачник денег не приносит вообще ерундой занимается и вот мать говорит это регулярно каждый раз как дочь не общается и мать произносит все это так напористо эмоционально экспрессивно и в данном случае даже не очень важно что матерью движет то есть какие внутренние причины и побуждения заставляют ее так делать она может например завидовать дочери ну например потому что там сама на зятя глаз положила или она может вымещать на дочери какие-то свои прошлые обиды которые были связаны там с рождением дочери или с процессом ее выращивания бывают случаи когда мать искренне хочет даже добра дочери то есть она думает что вот так она ее предупредит она ее остережет такое бывает в семьях где просто такие отношения уже были традиционно то есть мать делает что-то совершенно не понимая к чему это может привести то есть она искренне уверена что вот с ней так делали и она так делает и вот это единственная правильная дорога и именно она должна привести так сказать к успеху собственно в данном случае это не важно когда мать так делает она достигает одной негативной цели она фактически программирует свою дочь на болезнь и на неудачи дочь я иногда и взять начнут терять уверенность в себе в своих силах и их начнут преследовать неудачи и если вот на этом этапе у этой несчастной дочери хватит здоровой любви к себе чтобы полностью прекратить общение с родительницей и куда-то уехать подальше то есть так чтобы не было никакого общения то за какое-то время это все очистится скажем так травма останется внутри но не будет триггера который ее достает и организм сможет это все залечить то есть они восстановятся и будут жить более-менее нормальной жизни уже там решая другие какие задачи но если выбора нет и контакт с такой матерью будет сохраняться то результат может скажем так доходить до очень таких максимальных результатов то есть дочь может реально обнаружить проблемы с деторождением то есть вот она беременеет и происходит выкидыш или еще там что-то а мать ей говорит я же тебе говорила я же тебе говорила и если ребенок в итоге родится то и роды могут быть какими-нибудь тяжелыми и ребенка может и травму получить или может получить какое-то заболевание иногда даже там плохо совместимость жизнью то есть может стать инвалидом в общем много бывает такие вещи мы называем благословением любящей бабушки к сожалению встречается довольно часто в такой ситуации дочь через какое-то время может обнаружить что у нее начались вполне реальные проблемы со здоровьем вот в данном примере это проблеме проблемы в женском здоровье то есть по женской части и причем заболевания тоже они могут варьироваться но могут быть из тех которые весьма плохо поддаются лечению а некоторые вообще не поддается склонность к токсичному общению между людьми да сейчас придумали такое слово токсичные отношения и это в общем очень хорошо отражает суть так вот склонность к таким токсичным отношениям может быть заложено в народной культуре например на западе как бы в ней существует такое понятие как внешняя культура общения то есть существует четкие правила и регламенты где и как нужно общаться и если человек не выходит за эти регламенты то в общем он свое настроение сохранит ему никто не не скажет в магазине куда вперлась чего-то тут не стояла то есть человек спокойно себе существует и большую часть жизни он так сказать просто не сталкивается с этим негативом и естественно в семье бывает все разное в общем зависит это от семьи но как бы когда вы выходите на улицу то вы знаете что вам там ничего не грозит то же самое в рабочих офисах западных фирм то есть существует жесткие правила общения есть четкие вещи которые оговорены прописаны которые делать нельзя ни под каким видом и конечно босс может вам сказать что вы ленивая свинья и что вас надо уволить но для того чтобы вам это так сказать передать он воспользоваться такими словами формулировками которые обидят вас наименьшим образом ну хотя бы из за того что существует целые отделы в крупных фирмах например которые занимаются отношениями между работниками и жалобы туда она в общем тому на кого пожаловались принесет много неприятностей также существует возможности исков против обидчиков поэтому так сказать люди предпочитают следить за тем что они произносят и как они это произносят просто для того чтобы сохранить себя свое благополучие я вот думаю что вот это вот как бы навязанная обязательная вежливость она на самом деле очень полезна потому что с моей точки зрения она является одним из тех факторов которые помогают людям на западе жить долго то есть вот это знаменитая продолжительность жизни которые постоянно сравнивают там вот в такой-то стране она такая все какой-то стране она на 10 лет меньше я думаю что вот это вот вежливости хотя бы пусть даже показное взаимоуважение она вносит свой весьма немаленький вклад так что же нам со всем этим делать во первых защищаться от вербальных нападений то есть как-то внутренне нужно собираться их избегать и не позволять им проникать внутрь собственно это называется психогигиена ее желательно изучить и как-то соблюдать опять же нужно укреплять иммунитет и уверенность в себе да это в прямую связано вот почему это уже вопрос отдельный но они в связаны ну и есть конечно вторая сторона ведь мы и сами тоже у нас есть язык речь и мы в общем испытываем какие-то чувства и можем что-то там ляпнуть от чего у другого человека надолго испортится настроение или может еще чего похуже и ладно если мы это сделали там в качестве самозащиты а если без причины и ведь кто пострадает от нашей языковой невоздержанности конечно это может быть то продавщица в магазине которая сначала нас обхамила или может быть это коллега которая решила скажем так и за наш счет выслужиться перед начальством это все меньше проблем потому что это люди которые скажем так сами себе это пригласили а вот если это будет кто-то из наших близких или например наш ребенок как этого избежать как не нанести травму нашим родным я бы сказал что травму вообще нужно стараться никому не наносить потому что мы люди вообще очень хрупкие нежные поэтому мы же не хотим например разбить просто стакан вот из-за того что вот он стакан он стоит да кто-то и может воспользоваться поэтому зачем мы его будем разбивать да поэтому нужно себя беречь и беречь других и вот именно на эту тему в аудаизме существует такой закон шмират алашон это охрана чистоты языка закон очень сложный с кучей регламентов что говорить можно в каких обстоятельствах и как нужно говорить то есть на самом деле если в это вникнуть то закон этот очень полезный и мне кажется что если бы все вокруг начали бы задуматься о последствиях своих эмоциональных высказываний то нам всем стало бы гораздо приятнее здоровее жить вот когда вы делаете замечание супругу или супруге подумайте как человек это воспримет поможет ли ему ваше высказывание повысит ли оно ему или ей настроение если не повысит так может лучше просто промолчать а если что-то нужно обязательно сказать подумайте как это сформулировать так чтобы человек отреагировал желаемым вам образом то есть чтобы человек понял что вы хотите и сделал бы это это кстати довольно непростое искусство и скажем так я считаю что стоит потратить сколько-то там времени усилий чтобы им овладеть ну а уж когда вы разговариваете с ребенком когда вы ему что-то говорить помните что вы самый главный человек в его жизни от того что и как вы скажете может зависеть вся его будущая жизнь все его здоровье и благополучие то есть если вы скажете например девочки что она неуклюжая жирняга то не удивляйтесь потом что девочка считает себя некрасивой и что у нее в итоге может развиться даже анорексия или там еще какие-то нарушения пищевого поведения так что давайте будем друг друга беречь желаю всем приятного дня до свидания а